Спасибо большое, Столана Анатольевна. Спасибо большое, Столана Анатольевна. В чем отличие от других препаратов? В первую очередь, это другой класс антител вообще. Если неволюмап и пемброзумап – это иммуноглобулины G4, то прогремат – иммуноглобулины G1. Если мы говорим про классы, то иммуноглобулины G1 – более эффективный класс антител, у них большая афинность к рецепторам. Они специально созданы для управления гуморальным иммунным ответом. Но они активируют антителозависимую клеточную токсичность. Иммуноглобулины G4 слабо, но активируют. Здесь же сделана модификация, чтобы этот препарат вообще не активировал стелозависимую клеточную токсичность. А если мы вспомним, что рецепторы PD-1 расположены на иммунных клетках, то такая работа позволяет иммунной системе атаковать свои же иммунные клетки и уничтожать их. То есть, назначая неволюмаб и эмбролизумаб, у некоторых пациентов произойдет снижение содержания эффекторных клеток в организме. Для пролголюмаба такое не запрограммировано, потому что у него специальная структура. Если мы посмотрим по структуре, у нас есть две части в антителах. У нас есть гипервариабельные фрагменты и FC-фрагменты, в которых есть различия. Что касается насыщенности рецептором, изменение именно класса антитела позволило в 10 практически раз усилить афинность пролголюмаба к PD-1 рецепторам. То есть, он намного сильнее накапливается на клетках и теоретически намного больше должен блокировать этот сигнальный путь по сравнению с неволюмабом и эмбролизумабом. Мы знаем, что у них, несмотря на такое даже невысокое блокирование, у них все равно достигаются эффекты. Пролголюмаба есть шансы иметь, возможно, преодолеть какие-то сложности в лечении. Но и тут схематично показано, чего мы боимся. Мы боимся того, что антитела полноценные с FC-фрагментом существующим, они приведут к тому, что у нас снизится количество активированных теллимфоцитов. Пролголюмаб не активирует антителозависимую глеточную токсичность, потому что у него особая структура. Нужно сказать, что полностью удалить этот FC-фрагмент нельзя, потому что он отвечает за циркуляцию антитела. Если мы его удалим, антитело очень быстро уйдет из кровотока и не создаст своего эффекта необходимого. Ну и рецептор, еще раз обратив внимание, что афинность проголюмаба к рецептору во много раз выше, чем афинность других препаратов. В чем разница, почему мы так отдельно доклиническую информацию показываем, что афинность имеет значение? Вот результаты доклинического исследования, насколько эффективно подавляется рост опухоли в зависимости от того, какая афинность рецептора. Черная линия – это контроль, дикий тип рецептора – синяя линия. Если экспрессии рецептора нет или система без экспрессии вот этого высокоафинного рецептора к FC-фрагменту, мы видим максимальную эффективность подавления опухоли. То есть это действительно работает, нам действительно стоит стремиться за такие типы FC-фрагментов в моноклональных антителах. И результаты исследований, которые я хотел бы сегодня показать, это исследование Миракулом, это исследование второй фазы. Там была потом добавлена третья еще группа докорбазин, но она не анализировалась пока. В этом исследовании рандомизировались пациенты на 2 дозовых режима. 1 мг на 1 кг раз в 2 недели и 3 мг на 1 кг раз в 3 недели. Планово пациенты должны были получать терапию в течение года. Это тоже отличает исследования от всех других, где терапия была в течение 2 лет. Однако потом было выпущено обновление, и пациенты могли продолжать лечение и дольше. Характеристика больных между группами не различалась. Примерно одинаковое количество хирургического лечения, распределение по полу, возрасту, получению одевантной терапии в анамнезе. Если говорить о молекулярных характеристиках, то примерно равное количество бравмутированных пациентов, схожее количество по ПДЛ статусу позитивных и негативных. Здесь ПДЛ статус оценивался собственным антителом биокада, надо сказать. И различия по ЭКОГу, по ЛДГ, по редким меланомам тоже не было статистически значимого в исходных группах. Единственное различие, которые были в этом исследовании по важным прогностическим факторам, в отличие от других регистрационных исследований, это исходный размер опухоли. Здесь он был больше. То есть у нас включались пациенты с большей опухолевой массой, с большим количеством чугов метастазирования, то есть несколько более тяжелая прогностическая пациента. Что в результате получилось? В результате получилось, что при любом варианте лечения частота объективных ответов составляла примерно 3. У каждого третьего пациента был объективный ответ, у 2-3 пациентов был контроль над заболеванием. Несколько лучше себя показала группа пролголемаба 1 мг на кг раз в 2 недели, который как раз этот режим и был зарегистрирован по результату исследования. Что касается длительности ответов. 75% ответов сохранялись в течение 2 лет. Это очень хороший показатель длительности ответов, что в общем-то неудивительно для антипедиадин антител. Общая популяция выживаемости. Однолетняя выживаемость 35% без прогрессирования. Общая выживаемость 63% однолетняя. Медиана выживаемости около 2 лет. Тоже весьма хороший показатель. 24,8 месяца, если быть точным. То есть это показывает высокую и сопоставимую с другими эффективность терапии пролголемабом. Если мы берем режим, зарегистрированный 1 мг на кг, практически идентичные результаты лечения видим. Единственное, что медиана в этом режиме до сих пор не достигнута и на момент 24 месяцев. Она 57% пациентов без прогрессирования процесса. Если мы выделим из всей этой группы еще более узко первую линию терапии, то эффекты окажутся весьма неплохие. Общая выживаемость 73-64%. Выживаемость без прогрессирования 46-42%. Соответственно, однолетняя и двухлетняя. То есть, в принципе, это высокая эффективность препарата и в первой линии. Но, что более важно, что и вторая линия тоже оказывала эффект. Если мы будем сопоставлять, это не прямое, безусловно, сравнение, но по уровню объективных ответов, по уровню двухлетней выживаемости без прогрессирования общей выживаемости, препарат наш отечественный претендует на лучшие результаты по сравнению с исследованием с пемболизумабом и ниволюмабом. Нумерически он их превосходит. Если различия реальные, ну, мы знаем, что есть биологические реальные различия, а вот транслируются ли они в клинические различия без рандомизированных исследований, которые вряд ли, наверное, состоятся, мы не сможем ответить на этот вопрос. Что касается профиля безопасности, то препарат оказался весьма безопасным. Нежелательные явления любой степени встречались у половины пациентов. Нежелательные явления третьей, четвертой степени встречались реже, чем в регистрационных исследованиях других препаратов. Надо сказать, что это уже третий препарат из класса, все-таки мы привыкли к нежелательным явлениям, и на многие вещи смотрели, наверное, не так острые, проще смотрели. Частота прекращения терапии из-за развития нежелательных явлений крайне низкая. 2,1%, 3,2% и 1,6%. То есть это очень хорошие показатели. Вот я недавно участвовал в прецепторше Пифкиле, там Алекс Хаушел сказал, что он вообще токсичность оценивает в основном, глядя на то, какая была частота отмены лечения из-за нежелательных явлений. Вот здесь, как и раньше, частота отмены весьма интересна и в пользу нашего препарата. Что касается эндокринопатит, то это одно из достаточно частых нежелательных явлений, которые были в исследовании именно Миракулом. При этом чаще всего мы видели нарушения со стороны щитовидной железы. Все остальные нежелательные явления были реже. Но статистический пневмонит редко встречался при исследовании Миракулом. Но мы вот в нашей практике, хотя у нас было не такое большое количество пациентов, мы тем не менее видели пульмониты, видели повторные пульмониты на фоне вот этого исследования. Однако они все были низких степеней и весьма хорошо контролировались. Надо сказать. Что позитивно в нежелательных явлениях? То, что все-таки с иммунопосредственными нежелательными явлениями, в частности с эндокринопатиями и исследования Миракулом, это тоже подтверждает, увеличивается эффективность лечения примерно в два раза. То есть пациентов, у которых запущены иммунологические механизмы, да, это не таргетная токсичность, по сути, хотя механизм эндокринопатии связан с схожестью антигенного состава и, может быть, за счет активации специфической адаптивной иммунной системы. Но, тем не менее, вот такая активация, которую мы хотели получить, она приводит к выраженному улучшению результатов лечения. Что касается, если сравнивать, опять-таки, непрямое сравнение безопасности, то мы видим, что, в принципе, если брать монотерапию, то профиль безопасности сопоставим и имеет тенденцию к лучшему профилю, то есть к более низкой частоте нежелательных явлений по сравнению с монотерапией антипедиадин препаратами. И, конечно, он намного безопаснее, чем комбинированная терапия, что объяснимо, и терапия таргетными препаратами. Ну, и хотелось бы показать, что, в принципе, у нас были такие случаи в исследовании, я думаю, мы на этой конференции еще услышим эти результаты, но то, что нас недавно поразило, мы стали применять препарат в клинической практике, вот у нас возник такой случай, мы лечили пациентку в первой линии лечения, меланома кожи голени, пациентке 61 год был, были изменения транзитные, паховые лимфозы, и были найдены очаги в костях. При контрольном обследовании вроде как была стабилизация процесса, лучше стали визуализироваться очаги в костях, но эффект не впечатлял, повода отменять не было, токсичности не было никакой. Мы продолжили лечение, поскольку у пациентки был один из очагов на голени, в общем, легко можно было сделать биопсию, посмотреть, какой же все-таки патоморфологический ответ был на фоне этого. И каково же было наше удивление, когда мы получили ответ, что у пациентки остались менее 5% клеток в удаленном очаге, они здесь на правых картинках покрашены коричневым, а весь пигмент, который мы видим слева, это меланинов в меланофагах, фактически в основной массе не было практически опухолевых клеток, фактически этих 5% могло бы не быть, если бы мы сделали эту биопсию, может быть, на неделю, на две позже. Таким образом, мы видим выраженный ответ, хотя формально эффект расценивается как стабилизация процесса. Поэтому здесь, конечно, очень важно подход к эффекту и подход к оценке эффекта учитывать именно при иммунотерапии. И это уже не первый случай, когда мы видим именно при применении пролголемаба, когда мы видим такое несоответствие морфологическому клиническому эффекту. Что хотелось бы сказать в заключение. Конечно, пролголемаб – это препарат с улучшенными биологическими характеристиками. Это не какой-нибудь дженерик. Дженериков биопрепаратов вообще не бывает, да, но это даже не биоаналог. Это просто другой препарат из этого же класса. Он обладает очевидной эффективностью у больных и демонстрирует благоприятный профиль безопасности. Поэтому мы можем только порадоваться, что у нас появилась новая такая лечебная опция, которая действительно становится доступной, и на сегодняшний день мы можем ей пользоваться. Спасибо за внимание.